Глава юридического управления парламента Ион Крянга, подозреваемый в государственной измене, останется под предварительным арестом. Апелляционная палата отклонила ходатайство адвоката об отмене мира пресечения. Он сослался на проблемы со здоровьем подзащитного. Прокуроры, между тем, заявили, что в ходе следствия будут заслушаны и другие сотрудники парламента. На данный момент в качестве свидетелей допросили двух человек, один из которых сотрудник секретариата парламента. Мы продолжаем расследование, чтобы установить весь круг лиц, в том числе из секретариата законодательного органа, которых можно привлечь в качестве свидетелей, обладающих соответствующей информацией. Мы также устанавливаем других возможных участников схемы. На вопрос передал ли Ион Крянга информацию россиянам о соглашении о сотрудничестве в области обороны и экономики между Молдовой и Францией, подписанном в марте президентами обеих стран, прокурор отметил, что это государственная тайна. Некоторая информация была передана письменно, другая устно. Она касалась отдельных законодательных планов парламента Республики Молдова. Также были значимы для нашей страны данные, которые можно было использовать во вред интересам страны. Был сбор информации. Мы предполагаем, её должны были использовать на определённом этапе. Крянга участвовал в слушаниях в режиме онлайн. Его адвокат ходатайствовал об отмене меры пресечения, поскольку, как он говорит, состояние здоровья его клиента в тюрьме ухудшилось. Мы привели несколько аргументов. Один из них — отсутствие разумных подозрений в том, что господин Крянга мог совершить данное преступление. Нет рисков, что обвиняемый может каким-либо образом повлиять на уголовное расследование, находясь на свободе. Он не признаёт себя виновным и считает, что не совершил никаких преступлений. Главу юридического отдела парламента задержали 31 июля по подозрению в государственные изменения. Тогда же под стражу взяли и сотрудника пограничной полиции, которого обвиняют в заговоре против Молдовы. По данным следствия, они передавали информацию сотруднику посольства России. Впоследствии дипломата объявили в Молдове персоной нон-грата и выдворили из страны. Если Крянга признают виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы.